Один из ключевых вопросов морского конгресса, проблемы в рыбной отрасли на Дальнем Востоке, добывается более 70% всей российской рыбы. Свежие морепродукты доставляются в центральную часть России, в том числе и по Северному морскому пути. Однако грузоперевозчики сталкиваются с рядом трудностей на этом маршруте. К примеру, нет жесткого расписания для рыбаков, недостаточно глубоководных причалов, а также современных холодильных камер. Об этом на конгрессе заявила сенатор Российской Федерации Людмила Толобаева. Мы сегодня говорим о том, что рыбные пароходы должны появиться новые, современные совершенно. Они строятся должны на наших российских вертках. Ведь компетенция у судоремонтных заводов, у судостроительных заводов, она 30 лет была невостребованная. Потому что рыбаки наши имели много денег, и они покупали эти пароходы. И мы понимаем о том, что все, что нам нужно, все, что мы не можем купить у наших недругов, как говорится, у наших бывших партнеров, мы должны делать сами. Еще одна центральная тема морского конгресса – разворот России с запада на восток. На дискуссию прибыли более 180 российских и международных спикеров. Среди них руководители крупнейших предприятий в сфере судостроения, судоремонта, морской логистики. В международный блок деловой программы включены бизнес-диалоги «Россия-Китай» и «Россия-Индия». Мы рассматриваем сотрудничество с Россией и Индией в сфере судостроения. На данный момент наши страны уже тесно сотрудничают в этой отрасли на самом высоком уровне. И надеемся, что взаимодействие будет только расти. На площадке морского конгресса каждая компания развернула свою выставочную экспозицию. Здесь и макеты новейших ледохолов, погрузчики морских контейнеров, различные детали кораблей. Морской конгресс стал главной площадкой для демонстрации потенциала судостроительной промышленности Дальнего Востока и России в целом.